Рад всех приветствовать, зрители, на канале Фея Генлайф, суббота, 26 марта, время 21 часа 1 минута по Москве, и мы проводим, как и всегда, как и каждый день, эфир с Алексеем Арисовичем. Алексей, рады видеть. Взаимно. Да, ну вот, нас смотрят под 40 тысяч человек, у меня огромная просьба к тем, кто уже присоединился, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах, сделайте так, чтобы нас увидел как можно больше этот эфир с новостями о войне в Украине. Значит, мы назвали день 31, так, в общем, по сумме это уже последний день месяца, хотя месяц уже минул, календарный, но теперь можно считать уже минул и месяц по количеству дней в нём. Да, в 32 считать неудобно, надо будет начинать первый день, второго месяца говорить уже, да. Ну, мы как-то придумаем, как ещё. Ну, можно действовать, на самом деле, день 33. Азербайджанская, армянская война шла же недавние 44 дня, мы считали это днём. Это так. Мы можем считать днями, да. Да, ну вот, ну вот, значит, что у нас нового произошло за эти сутки? Какое-то существенное изменение есть, вот, вот как обычно с этого начинка? Вот, я бы сказал, что нет, честно говоря. Есть движение, опять потянули резервы и обозначились там в Буганской области в районе Рубежного, в районе Северодонецка, в районе Попасное туда, в Досичанске. Они атакуют мы, контр-аттакую мы обороняемся, значит, движение в районе Изюма не было. Такое тактическое. То есть, Изюм, Изюм, я извини, что перебираюсь. Утверждать, что Изюм взят Минобороны. Обрекляя это всё, да. С прошлого раза они не предпринимают серьёзных атак, так, перестрелки идут, там, практические вылазки. Они два дня уже заявляют, что они всё взяли, вообще ничего. Да, 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 взяли, взяли, взяли. Нет, для нас это важно, чтобы мы выявили, что это если не так, то они лгут, вот всё. Они лгут, они лгут, они лгут, и с этим, да. Так же самое, значит, что интересного происходит? Происходит то, что Министерство обороны, ну, на юге там возняют, говорят наши, куда-то наступают. Некоторые говорят, что их наступают, разберёмся, туман войны, завтра будет понятно. Вот, в отношении вокруг Киева то же самое, там, мелкая тактическая, не деть ничего серьёзного, но Мариуполь, понятно, как бы так, там уличные бои, по факту. Значит, что интересно, Морф, вчера же Министерство обороны Российской Федерации, вчера официально заявила, что цели компании первого этапа выполнены, а теперь они основные усилия переносят у нас на восток. Вот, и, значит, они якобы не хотели штурмовать города, и никогда не было такого плана. Да, мы это видели, Рудой или Рудской как-то, какой-то генерал-генерал. Да, теперь давайте посмотрим на это трезво. Что же творится для них и с их планами на поле боя, если они будут официально признавать, что цели компании первоначально прозвошённые провалились, потому что мы же все прекрасно помним декорированные цели компании. Вот, и надо теперь резко поскорбнять и так максимум попытаться вывести ЛНР и ДНР, так называемые, на границе административной Луганской Донецкой области. А планов-то было, где нацификация, где милитаризация, захват всего по Львов, там, всей Украине. Самым скромным вариантом рисовали по границам Винской области и Волынской. Это всё, да, мы же это всё видели, они всё это официально объявляли, писали, писали. И как вдруг как-то так получилось, что войска под Киевом, войска под Черниговым, под Хариком, под Суоми, под Херсон, под Херсон, да, а уже официально заявляться, это мы никогда не хотели, нам всё, что нужно, это вот, вордлог, как бы и всё, и так далее, и так далее. Я так понимаю, что весь этот трэш был оценён, люди, которые разрабатывали эту операцию, или выбрали на себя ответственность, уже не знают, куда деваться. И в результате тяжёлой архатической борьбы и аппаратной борьбы в Кремле, они выдали некое такое обобщённое сообщение, что мы никогда не хотели ничего там брать, а всегда хотели только вот это, и вот этого сейчас будем достигнуть. Это означает, что, скорее всего, они начнут переброску войск с остальных направлений туда, вот, но концентрируют там рисунки. Из-под Киева, из-под Харькова, из-под Чернигово, из-под Сум и так далее, и так далее. И попытаются сосредоточить там основное на усилие в течение недели-двух, что резервы в России не набираются ни хрена. Могу сказать, что в одной из подмосковных частей, по нашим данным, попытались снять Т-72 с хранения, и обнаружили, что... Здесь не снимают. Не снимаются, да, не с хранения, что нету машин, которые работают. То же самое, там, пятую армию, наконец-то, помнишь, сколько мы говорили, что она еще девочка, ее еще не пытались кинуть в вагон, да. Так вот ее начали уже таскать в штаб-квартиру в Невасурийске, напоминаю. И это, да, армия, которая держала в Дальний Восток, вот ее сейчас пытаются срочно там поднимать по тревоге, и что же выясняется, что во многих подразделениях настолько все плохо, что офицерские должности начинают комплектоваться людьми, не имеющими военнообразование. Это касается и сороковой бригады Тихоакенского флота, морской пехоты и так далее. Поэтому там все очень плохо с резервами. И когда они это сообразили, тут лишь было так, вот эта интрига 10 дней, 12 и 2 недель, которая бы с того, что они ждали, что резервы потянутся из России. Они, как это, немцы в 45-м в мае надеялись на армию Венка, которая придет еще в субберлинской операции. Да. Эти надеялись на пятую армию. И что вот она сейчас придет и решит судьбу, она и не придет и не решит. Конечно, они что-то наскребут какие-то там, 5 БТГ, 8 выставят, но это маска для штыков, но в ближних условиях. И вот они поняли, что... Я представляю просто, какой тяжести аппаратная борьба была. Ну ты же хорошо знаешь, московский стаближмент. Еще. Народная, Госдума, я был, конечно. Знаешь, что... Представь себе, вот что должно было произойти, тебе лучше оценить, московской верхушке, вот в этой, в Кремлевской, чтобы выйти на весь белый свет и не моргнув глазом сказать, что мы с самого начала ничего не планировали, а все, что нам нужно, это арбот. Ты представляешь, какая аппаратная борьба? Мнений там, сколько фигур легло, сколько там, кого победило. Но какого-то наказали, прилюдно, так сказать, там, внутри аппарата, кого-то прям насиловали практически, это и обязательное условие. Вот отрезали какие-то конечности, это они любят. У Шойгу говорят инфаркт. Я не знаю. Якобы, я честно говоря, как проверишь? Ну да, не проверишь, но сам факт порождения таких слухов говорит о том, что слухи родишь просто так не появляются. Народ понимает, что висит в воздухе и как-то это символически интерпретирует, даже через инфарту. В общем, я представляю, какие колоссальные вещи там произошли. И все эти колоссальные вещи свелись к тому, что надо стать сильно скромнее Кремлевскому командованию и перенести с нами усилия туда, где они хоть что-то могут сделать. То есть, если в кратчайшие сроки снимутся войска из-под Киева, там вообще всего севера, уйду туда, кроме там тех, кто держит позиции, обозначают. Я не очень уйдююсь. По логике это все должно происходить. Как они будут перемещать? Алексей, как они будут перемещать? Будут через территорию России перемещать. Но это же, сколько на это время понадобится? Ну, какое-то время займет или под самую границу выведут на нашей территории или скорее всего на территорию России и потом перебросят на восток. Ну, займет там, недельку с лишним, чтобы накопить. Так они все должны уйти, иначе же сосредоточенные войска вокруг, внутри Киева и так далее. Они же разгромят остатки. Там же просто размолотят. Там, наверное, подержалка, где так кажется. А совсем и сойти, уйти из-под Киева им солью, как это? Военная совесть не велит. Но военная совесть, она специфическая. Как говорил, Салтыков Щедрин, шучу, но этот самый учебует, как это, или не шучу, он же говорил, да, у человека служил его два подсознания, одно личное, второе казенное. Поэтому, вот они казенное подсознание срабатывает. Представляешь, какой будет кайф, если заберутся отсюда от всех войска? Все, если полностью уйдут, это все, это, а когда, зачем вы, зачем вы положили людей, когда здесь? И будут герои, для чего, если вы, вы, для чего их купили-то все? Но, что самое интересное, что они не понимают, что, если они, все войска выведут, то мы войска отсюда перебросим просто туда же, а если они оставят часть, то мы сначала отлупим их здесь, а потом поедем в Ордло и там же будем купить. Ну, в общем, куда ни кинь, сюда Клин, есть хорошая русская пословица какая, ну, вот они там. То есть, что приятно. И теперь мы, как это, прошу, как это, джентльмены говорят шепотом, выступать как можно тише. Сейчас это надо произнести, Марк. Сколько раз я произносил у тебя фразу «стратегическое поражение уже потерпели» переходит в оперативное? Да, был много раз. Так вот, то, что происходит, то, что сейчас происходит, это оперативное поражение. Более того, признанное Министерством обороны Российской Федерации. Это значит, они отказались от минимум 4-5 своих оперативных планов, сократили их до невозможности и переводят усилия на одном-двух операционных направлениях из 7-8, которые были раньше. Это катастрофа. А самое приятное, что эта катастрофа стала уже не просто нашими с тобой докучными рассуждениями, а официально признанное официальное Министерство обороны Российской Федерации. А дальше, друзья, будет тактическая катастрофа. Мы так вот с этого этапа, еще вот со вчерашнего дня, сегодняшнего, ну там за сутки это формы, сможем считать в летописи этой этапе, официально, чтобы она перешла в другую фазу, радикально в другую. И они потерпели стратегическое поражение, это было понятно уже 4 марта, когда отказать, я только по России фиксирую, не по нашим разговорам, когда они отказались от общей мобилизации на уровне Совета Федерации, это они признали стратегическое поражение, невозможность выполнить задачи имеющимся числом и невозможность призывать людей, чтобы выполнить эти задачи. А вот считайте, сегодня 26-е, да? 20-е. Будущие историки записаны. 25-го, 26-го марта российское министерство обороны расписалось в оперативном поражении на территории Украины. Все, дальше эта фаза наступила быстрее, чем я думал, между прочим. Я давал еще 2 недельки. Так и американцы, говори, просто у них сценарии разные звучали, как это все мы увидим, но на самом деле это звучало и от американских экспертов, которые точно обладают разной информацией. Ну просто, просто народ, я к чему, я к зрителям, которые гражданские, хочу разъяснить, это наша почетная обязанность, оперативное поражение, это же не никогда все сдаются, подняли руки и побежали. Ну да, конечно. Это значит, когда у тебя были планы, а ты не смог их выполнить. Вообще. То есть для бизнеса что такое оперативное поражение? Ты составил бизнес-план, у тебя там должен быть миллион чего-то через 2 месяца, а ты заработал 250 тысяч и 370 тысяч долгов. Это поражение. Никто тебя еще в тюрьму не садит, должники еще не рвут на куски, но ты уже прекрасно понимаешь, что ты проиграл и выходишь и говоришь, уважаемые сотрудники фирмы, несколько корректируем наши планы. Вы уволены, мебель продаем, значит съезжаем в другой офис, вы остаетесь пока, но мы еще посмотрим. И вот это примерно то же самое, что произошло. Оно будет, как снежный ком, еще нарастать, станет все более очевидным. И я так понимаю, в них задачи сейчас три. Первое, это попытка окружить нашу группировку в зоне. Вот от изюма все-таки основное усилие в блоке. И от Волновакии. Добить Мариуполь, захватить и там удержать юг. Речи уже о наступлении не идет, об удержании юга, об удержании Херсона. Ну понятно, потому что если Херсона больше царухнет вся мариупольская группировка и так далее, что в тылы к ней выйдет. И это все. Храбрых штурмов Запорожья, ужасного взятия Киева, захвата Харькова, там Николаева, Одесса и так далее. Уже все, уже никто никуда не идет. И это официально признанно. Вот он слов. А может, может ли быть показателем, по каким-то признакам уже начало этого движения? Вот могло ли это поспорить, например? Ну да, да, скажи. Еще два признака. Майдер 6-й танковой армии. 6-й армия где? В должности. Командир 1-й танковой армии. Где? В должности. Это мы знаем. Это показали. Командская Кандемеровская дивизия. Это, извините, элитнейшее подразделение и так далее. Где? Мы по горизонтали передвигаем. По горизонтали передвигаем. Но мы же все прекрасно понимаем, что если таких командиров какие-то командирования были в Российской армии, у этих-то есть практический опыт вводения полков по нескошенным полям. Они же хотят обучение проводить. Командармы вырастить, это не в магазин пойти купить. Командармы раститься десятилетиями качественно. Если их снимают, мы можем предпочтать степень разгрома, потому что надо откуда-то взять заступника либо начальника штаба. Еще неизвестно, в какой он кондиции, умеет, не умеет, с традицией контролировать начальников через замов советской, бюрократической. Неизвестно. Он сейчас начнет ломать порядки, которые устанавливал командир. В общем, это все тоже признаки катастрофы. Оперативно. Это могло произойти еще и потому, что говоря о резервах, у меня действительно подтверждает информацию, есть информация, что из зоны Азербайджан-Карабаха, из Карабаха сняты были резервы, ну, точнее, те миротворцы, которые должны были вроде как обеспечивать мир там. Мы знаем, что из Южной Осетии снимают, из других мест с Кавказа, ну, просто близко, рядом. Это же не Южной Осетии. Абхазия пустая. Абхазия пустая, да. То есть они сейчас пустые, совсем, да. База в Гюмри пустая совершенно, они не сняли. Гюмри пустая, да. Из Карабаха чуть-чуть сняли. Гюмри, база в Гюмри, в Армении пустая совершенно. И все это переборожено, но мы даже брали армянские паспорта на поле боя, мне фотку присылали, как минимум один. Но это, видимо, кто-то, кто-то и российское гражданство и армянское имеют как-то там устроиться. Да, двойное, скорее всего. Да, двойное. Это не прямо армяне участвовали, да. И тут вопрос, ну, в смысле, армяне, как армянские вооруженные силы, как часть. Да-да-да, конечно. Я думаю, это лица с двойного гражданства. Но сам факт. Это признаки того, что база-то здесь воюет. Ну, вот они дернули пятую несчастную армию. Это все, что есть. Может ли в этом изменение это их тактики, или как мы его назовем, тактическим поражением, да, аперативное поражение, когда на поле боя раскрытие. Да-да, это еще впереди. Может считаться отказ или де-факто невозможность вовлечь в боевые действия белорусские вооруженные силы на направление Брест и дальше на польскую границу? Да, на любом направлении. Это очень крупное поражение само по себе. Уже с военно-политическим привкусом и даже политическим международным. Белорусы в режиме и белорусский народ в первую очередь удержали белорусскую армию от втягивания. А это был вариант, на который не очень сильно рассчитывали с тем, чтобы сблокировать нашего войска в районе Киеве. Это абсолютно точно подтверждается. Это подтверждается, что требования такие звучали. От Лукашенко и как он снялся с крючка? Так, а ему все просто. Он может положить реальную справку о состоянии политмор состояния в вооруженных силах и даже Путин Шойку должен будет понять, что когда они перейдут на сторону украинцев. Они просто перейдут на сторону украины, да, и вместо того, чтобы получить там 7000 плюс, он получит минус, он получит 7000 плюс к украинским вооруженным силам. И это очень нехороший дел. А о том, чтобы они вдоль польской границы наступали, и вообще речи не идет. Там же что-то. Это просто чистое безумие. Поэтому поражение за поражением. Отсюда и коррекция планов. Люди же не привыкли слушать такие вещи, да. Надо очень внимательно слушать. Конечно. Если не их, то нас. С тобой, потому что, ну, когда, ну, вот такое, объявить демолитаризацию, демолитаризацию, взятие всего, включая Львова, и так далее, и так далее. А потом объявить, что нет, 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 мы никогда такого не хотели. У нас совсем другие, куда более скромные планы. Это же оглушительный сигнал. То есть, он такого, вот этот удар на бат фактически, да. Да, но они могут сейчас, могут сейчас сманеврировать, изобразить, что это мы специально, это оперативная хитрость, мы вот ввели в заблуждение, а вот резервы, а что ты резервы, ты не обманешь. Ну, какое же заблуждение? Заблуждение положили же 16 тысяч человек, но это заблуждение, да. И, да, и не сумели дёрнуть белорусов, никто из них поддался, ОДКБ, не будем же об этом говорить, армян нет. Ну, это ты самостоятельно. Таджиков нет, киргизов нет, казахов нет, а ведь ко всем обращались, просили, и так далее, и так далее. Дёргали, раздёргали последнюю армию, которая была неприкосновенная, последняя, из неё собирают ужасно. Выдёрнули всех миротворцев, кавычка. Ну, куда это? Нет, это катастрофа. Это не поражает, это катастрофа уже. Угу. Ну, он хорошо. Да, да. Двух командующих, они не потеряли, двух сняли, ну, разгром, разгром. Вот люди просто спрашивают, я просто не могу, не знаете, вот относительно положения в Чернигово, вот в этой части, оно, насколько сейчас там, то есть, ну, и в перспективе, если они будут снимать, это же, де-факто, они должны оставить все оккупированные города, ну, или они смогут их удерживать, тем они не взяли Чернигово. Останутся. Они не взяли Чернигово, сегодня зашли в Славутич, новые войска пришли с новыми тактическими знаками, вот, но там была мощнейшая мирная демонстрация, вчера Сатеробарон отбила, но я там немного очень, а сегодня была, когда взяли, зашли в город, мощнейшая была демонстрация протеста, практически весь Славутич вышел, с украинскими флагами, огромными устроил, митинг, и чуть ли не снес их там, они, конечно, постреляли в ответ, ранили человека, даже, по-моему, один погиб, но толпа все равно не разошлась, отбила мэра, которого захватили, ревернули на место, сказали, мы тут ничего, и договорились, что они жутовать не будут, и вообще отойдут из города, на круг будет стоять, а внутри не будет. Нам не надо же недооценивать силу гражданского сопротивления, почему мы, особенно по таким маленьким городам. Если мэрия Херсона, мэрия Херсона вывешивает огромный флаг на через три недели оккупации, это о чем-то говорит. Так вот здесь вопрос идет о том, что эти новые войска, которые зашли, они попытаются удержать ситуацию под Черниговым, а старых всех будут выводить, да укомплектовые, пытаться кидать на восток. Но я им не заведу этим войскам, потому что мы к ней доберемся в ближайшее время. Ну вот поступила информация, я вот ввел эфир, поступила информация, что во Львове ракетный был какой-то удар. Был ракетный удар, да, в районе Львова, да, было такое дело. Это в самом городе или где-то в пригороде, куда упал? Ну, там говорят, где-то я, как это, даже если бы знал, не сказал, потому что не будем заниматься целью указанием, в районе Львова, скажем так. В районе Львова. Поэтому, поэтому, да, ну там у нас есть тоже отдельные недостатки, их немало. У нас был не один и не один случай, когда я все хотел видео записать специально, думаю, сейчас скажу. Когда на второй, третьей неделе войны некоторые командиры умудрялись укладывать военнослужащих спать в казармах все-таки. И туда прилегал. Было такое, да. То есть у всех, как это, умные дураки есть с обеих сторон, поэтому у нас тоже дураков хватает, и еще после войны придется о многом говорить. Но, в частности, проблема казарм, да, она очень большая. Ну, в условиях войны нельзя спать в казармах, так ведь? Ну, третья неделя войны уже все удары были нанесены. Но все равно человеческая инерция, да, что там вот это подвалы, там 5-10, спим в казарме, ничего не будет. Ну вот не будем. Один раз перемешали, другой раз перемешали. Ракетами, с кирпичами, но... Я не понимаю, что я вот украинский на случай должен понимать, если ты ложишься спать в казарме, завтра этого ботинка как правят маме. Это все, что тебе осталось. В лучшем случае. Ну, как бы, уже поймите это. нас 113 тысячи больше уже смотрит, 114 тысячи. Мы 21 минуту в эфире. Сколько у нас еще есть время? Ну, до 25-ти, все-таки. До 25-ти. До 25-ти. До 25-ти. До 25-ти. До 25-ти. Все-таки переговоры. Что-то хотя бы происходит за сутки что-нибудь изменилось. Может, Михаил Пудаляк что-то рассказал. Вот, может быть, я имею в виду, они продолжаются, они там в какой-то форме. Они продолжаются. Да, продолжаются. Ну, это как-то вяло-текущем форме. Ну, там уже такое допиливание напильником крайних штрихов перед соглашением предварительно, ну, как и заглашение, таблица разногласия утверждена давно. Нико 3, как, как бы, уже готовы встречаться главы. Принципиальным вопросом тянут же они, потому что надеются победить это тянут, они уже фазу сменения. Пора бы понимать, что в дипломатии тоже наступает другая фаза, более реалистический переговор с меньшими требованиями. А то, как-то дипломатия не успевает. Требования на поле боя существенно уменьшились, мягко говоря. А радикально, я бы сказал. А дипломатия все еще пытается. То есть, это бардак. Или они совсем, как это считают, что мы такие же, как они, и дважды два сложить не можем. Либо команда просто ничего не прошла, что скромнение на переговорах в том числе, если уже на поле боя, то скромнели. Ну, посмотрим, что будет. Так. Вопрос по поводу визита Байдена. Вообще, как можно оценить вот к сегодняшнему дню все эти решения по сумме и тогда, может быть, что-то известно, как президент их оценивает Варим Александрович. Какие из этого будут выводы? Марк, президент выскажет свою оценку. Я, блин, на твой взгляд. Это твое мнение. Я не знаю, я посмотрю, но мы же видим, что происходит. Главное, что произошло сегодня, это встреча два на два. Это министра странных дел Украины и обороны и министра странных дел и обороны. Ну, глава Госдепа и министра обороны Соединенных Штатов плюс была. Пусть была встреча с Байбовичем. Ну, какие-то сюрпризы будут, не может быть так просто. Иначе бы зачем встречаться? Встречаться, чтобы сказать, мы ничего не дадим, мне помогать не будем. Я в это не верю. Встречать, значит, что-то дадут. Вопрос, когда, что, в каких количествах, ну, видимо, дадут что-то основать. какие-то решения должны быть приняты. Не знаю, пока не могу сказать. Я тебя понял. Ты считаешь, мы ближе, вообще, Украина ближе к решению вопроса о миротворцах или бесполетной зоне? Или же, вот то, что говорил, Я думаю, что о вооружении, скорее всего, речь пойдет. Только о вооружении. О вооружении. Что характерно, западные журналисты, которым я даю там по нескольку интервью в день, начали говорить уже только о вооружении. Главная тема поставки вооружения. Это значит, и у них редакторская политика сменилась. А что у нас сменилась? Очевидно, сигнал. До этого они кривились, говорят, да нет, ну что, когда мы говорили, нам нужно, нам нужно уже, они говорят, да нет, вы же понимаете, там так все сложно. Сейчас переменилась очень сильная ситуация. Они говорят, как относится к поставкам вооружения? Когда, сколько, чего надо, и тогда. Ветер переменился в полночь. Это видно очень хорошо. Делайте, что-то и пойдет. А как только пойдет, О, Марк, какой здесь будет праздник, будет что обсуждать, скажем так. Да, это вообще. Будет что обсуждать. И тут и вокруг, да. Да, ну что же, не будем больше мучить, 25 минут в эфире, 120 тысяч нас смотрят. Ну, мы завтра же встретимся, да? Да, конечно, мы же каждый день. Да, я вижу, это там место, откуда брифинги ведутся, правильно? Да, да, да. Ну, выглядит хорошо, кстати, если что. Ну, увидишь президента, передавай ему от нас привет. специально, да, спасибо. Все, всего доброго, всем пока, ребята, увидимся завтра.